Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. На 95% жилой фонд Самары готов к отопительному сезону. На каких объектах работы еще идут и когда приступят к восстановлению благоустройства? Подводят итоги работы и озвучивают цифры статистики. 15 сентября в регионе официально завершается купальный сезон. Вежливость и бдительность. В областном центре началось голосование за народного участкового МВД России. Самый дружный и красочный в Самаре состоялся фестиваль «Наследие народов». Дартс, мини-гольф, настольный теннис и корнхолл в столице региона прошел городской паралимпийский фестиваль, посвященный Дню пожилого человека. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов. В этом году региональный праздник отметят уже в девятый раз. В Самарской области живут и трудятся представители более 150 национальностей. Глава региона отметил успешный опыт реализации государственной национальной политики в области. В регионе осуществляют свою деятельность множество национальных, общественных и религиозных организаций – СМИ, школ, творческих коллективов. Строятся и обновляются культурные сооружения, открываются музеи и памятники. Работает уникальный в масштабах всей страны парк дружбы народов. Дмитрий Азаров пожелал землякам здоровья, счастья, благополучия, успехов в созидательном труде на благо родной земли. Жилищный фонд Самары подготовили к отопительному сезону. Об этом сегодня рассказали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение актуальных задач прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Напомню, что готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду отслеживают и с помощью системы ГИС ЖКХ, в которую каждый район города вносит всю соответствующую информацию. На сегодняшний день с этой работой справились на 95%. Было поручено ускорить внесение оставшейся информации в электронную систему. Также на заседании говорили о ремонте и модернизации теплотрасс. Специалисты подрядных организаций заканчивают работать на всех 18 основных участках теплосетей. На последних трех еще на прошлой неделе были полностью собраны монтажные схемы. Сейчас рабочие продолжают восстанавливать благоустройство после всех вскрытий в разных районах города. Также специалисты наводят чистоту и порядок на участках. Готовность ЧЕ определена 15 число в данной ситуации. Это касается всех районов, ресурсников и тому подобного. Что касается дополнительных участков, на совещании обсудили запланированные работы на теплотрассе по улице Магистральной. Первый вице-мэр Владимир Василенко отметил, что обновление этого теплосетевого объекта не повлияет на начало отопительного сезона и подачу ресурсов. Как и в прошлые годы, при первой необходимости, отопительный сезон начнется с поставки теплоносителя в учреждения социальной сферы. Затем тепло начнут подавать в жилые дома. Отметим, что процесс этот не одномоментный и займет некоторое время. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В связи с этим в историческом центре ограничили движение трамваев по улице Галактионовской в районе дома номер 95. То есть с утра понедельника прошлой недели проезд запрещен от перекрестка с улицы Красноармейской. Трамвай пустили по улице Фрунзе. Ранее транспорт туда не ходил, так как проезд по Красноармейской через перекресток по прямому уходу от Самарской до Молодогвардейской был закрыт. Теперь же этот участок доступен как для автомобильного, так и для электротранспорта. По одной полосе автодороги работает в город и из города. Трамваи восьми маршрутов также едут в оба направления. При следовании транспорта из города приоритет, согласно сигналу светофора, отдается трамвай. Напомним, что стрелочными переводами оборудовать в восстановленной пути не понадобилось. Новость о том, что в нашем городе появится новая станция, станция метро «Театральная», мы в нашем Самарском дворце ветеранов встретили с большой радостью. Дело в том, что за время работы дворца сформировалась целая команда ветеранов, любителей культуры, искусства. И, конечно, вот эта новая станция подарит нашим пожилым людям, ветеранам, возможность быть в курсе общественной культурной жизни нашего города. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Общественники акцентируют внимание на том, что метро – очень удобный вид общественного транспорта. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. В Самаре будет ограниченное движение транспорта по Самарской на пересечении с Полевой в сторону Чкалова с 12 по 18 сентября. Это необходимо для того, чтобы рабочие могли устранить недочеты при прокладке ливневого коллектора в районе дома 270 по Самарской. На одной полосе по направлению в город специалисты сосредоточатся непосредственно на инженерных коммуникациях. На оставшейся проезжей части в этом же направлении планируется разместить строительную технику. Движение по улице Самарской из города сохранится. Ограничения коснются и организации движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов номер 2, 23, 41, 46, 47 и 50 в направлении в город будут ехать по Новосадовой, Полевой, Галактионовской, Чкаловой, Самарской. Далее проследуют по своим обычным маршрутам. Трасса автобусного маршрута номер 24 останется без изменений. В направлении из города движение транспорта, включая общественный, будет осуществляться в обычном режиме. Работы на объекте ливневой канализации нужно произвести для продолжения строительства новой станции метро «Театральные». 15 сентября официально завершается купальный сезон в регионе. В этом году на водных объектах Самарской области произошло 34 происшествия, в результате которых погибли 27 человек. В их числе четверо детей. Спасены 23 человека. Спасатели и сотрудники полиции напомнили гражданам о важных правилах поведения на воде и в общественных местах. Подробности в сюжете Елены Чернявской. 15 сентября в Самарской области официально завершится пляжный сезон. Профильные ведомства и службы подводят итоги работы и озвучивают цифры статистики. В этом году были ужесточены меры административного воздействия для отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Почти ежедневно на пляжах набережной проводили рейды с участием полицейских и спасателей. Как пример, 3 сентября 2023 года нами было получено сообщение от спасателей о том, что на территории пляжа находится мужчина в сильном алкогольном опьянении. Нами считался выход на территорию пляжа. Данный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Я хочу сказать слова благодарности сотрудникам, которые охраняют наш покой. Здоровья вам, спасибо людям, которые охраняют покой. И мы себя чувствуем уверенно, надежно и хорошо. Семену Акшинскому 20 лет. Работает спасателем 3 года. Когда Семену было 15, он спас девушку, которая тонула. Оказал ей первую помощь именно тогда. Решил помогать людям, оказавшимся в беде. К своей работе относится серьезная бдительность на все 100%. Со своего спасательного пункта Семену видно все. В час пик мы всегда объявляем, чтобы граждане следили за своими детьми. Обязательно мы все смотрим за детской зоной. Также это инвалиды. Всем помогаем, чтобы одевали головные уборы. Спасатели совместно с сотрудниками ППС активно работали на водных объектах региона в течение всего лета. Они выезжали на вызовы по спасению людей в водных акваториях и сопровождали спортивные мероприятия. Кроме того, проводили ежедневное патрулирование в зонах спасательных станций и профилактическую работу с населением в местах массового отдыха. Раздавали листовки с правилами безопасного поведения на воде и беседовали с отдыхающими. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самарской области началось голосование на всероссийском конкурсе народной участковой МВД России. Жители могут отдать свой голос за сотрудника полиции, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового. С одним из претендентов познакомилась съемочная группа событий. Старший участковый полиции Виталий Михайлин, как и его коллеги, на связи с гражданами 24 часа в сутки. Обязанности офицеров – пресечение уголовных преступлений и административных нарушений, беседа с гражданами и надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Особое внимание старший лейтенант уделяет пожилым людям. Предостерегает пенсионеров от разговоров с телефонными мошенниками. Вам могут позвонить неизвестные лица на ваш сотовый номер телефона и попросить вам сказать номер вашей карты. И сзади три цифры. Об этом говорить никому не стоит. Хорошо, что нам это говорят, но забываем по возрасту, видимо. Виталий Михайлин работает участковым в поселке Зубчининовка пять лет. Службу свою любит. В этом году решил принять участие во всероссийском конкурсе народной участковой МВД России. Этот конкурс – масштабная акция, которая призвана повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции. С людьми, конечно, надо быть открытыми, потому что, когда ты общаешься с гражданами, и граждане также к тебе открыты. То есть мы 24 на 7 всегда на связи, всегда гражданам помогаем. Какие-то проблемные моменты всегда им стараемся помочь по мере их поступления. Потому что наша служба состоит из того, что мы служим народу, служим за кого. Из-за этого мы всегда на связи, и участковый первый приходит на выручку. В работе участковых много ситуаций, которые не связаны с правовой помощью гражданам. Один раз, я помню, у нас прорвало трубу. Здесь Зубчининовка перекрыли дорогу. Мы с сотрудниками дежурной части проводили гражданку до роддома. И она как бы успела родить. То есть все нормально. И в честь водителя назвали сына Дмитрием. Жительница поселка Зубчининовка Надежда Ястребова уже отдала свой голос за Виталия Михайлина. Женщина надеется, что в конкурсе Народной участковой МВД России старший лейтенант станет одним из победителей. Улыбчивый, отзывчивый. Все знает, вникает во все. И поэтому мы гордимся, что у нас есть такие молодые участковые. Проголосовали? Да, я за него проголосовала. Вчера вечером уже увидела. И если он займет лучшее место, мы все будем довольны. Конкурс Народной участковой МВД России пройдет в три этапа. Первый районный с 11 по 20 сентября. Второй региональный с 7 по 16 октября. Третий федеральный с 1 по 10 ноября. Проголосовать за кандидата можно на официальном сайте Главного управления МВД России по Самарской области в разделе Народной участковой. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Аллею предпринимательства рядом со стадионом Самара-Арена украсила одноименная стелла. Ее изготовили и установили представители нескольких бизнес-сообществ Самары. Подробности в репортаже Сергея Кизоркина. Рамиль Гиззатуллин – успешный самарский предприниматель. Президент одного из нескольких городских бизнес-клубов. Чтобы попасть в его организацию, нужно доказать, что фирма стабильно развивается и приносит прибыль. Освоить дело не проблема, делится предприниматель. Для этого в Самаре и области созданы все условия. В последнее время, наверное, скажем так, есть даже некий запрос на бизнес-объединение. И сейчас достаточно много различных бизнес-клубов, бизнес-сообществ. И в Самаре тоже. И они несколько отличаются друг от друга. В каждый клуб входит определенный, скажем так, круг предпринимателей. Хотя некоторые могут ходить, скажем так, и вступать, быть членами разных объединений. И каждый находит в каждом клубе то, что ему ближе. Резиденты, которые вступают в наш клуб, они понимают, что здесь то окружение, которое подобно ему самому. И вот этот эффект, он тоже востребован. И вот мы в этом направлении тоже работаем. Сегодня представители бизнес-клубов и заместитель главы Самары Владислав Зотов торжественно открыли памятную табличку на аллее предпринимательства. Более года назад весной здесь были высажены несколько десятков каштанов. Здесь решаются две основные главные задачи. Первая – это популяризация предпринимательства. Отрадно видеть, что предприниматели видят гораздо шире своих предприятий. Они решают вопросы социальные вместе с городом. Решают вместе с нами вопросы, которые легли в основу нашей программы содействия развития предпринимательства в городском округе Самары. И вторая, на мой взгляд, тоже немаловажная задача – решаются вопросы благоустройства и экологии. Важно, чтобы у горожан был такой вот вклад бизнеса, была память и было понимание, что бизнес – это не только наше производство, наши бизнесы, рабочие места, но это очень много других ценностей, которые, объединившись, мы несем всем людям. Чтобы горожане видели вот этот социальный вклад, который бизнес делает для жителей. Государственно-частное партнерство в Самаре развито достаточно хорошо, отметили представители бизнес-сообщества и администрации города на открытии аллеи предпринимательства. В будущем работа будет продолжена. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В Куйбышевском районе Самары прошел этнофестиваль «Наследие народов». Этот праздник стал визитной карточкой Самары. В 2014 году по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» национально-культурных объединений указом губернатора 12 сентября было объявлено Днем дружбы народов. Подробности в сюжете Елены Чернявской. «Своей отчизной страной родною» «Зову тебя моя Россия» «Великая Россия» Это настоящий интернациональный праздник. В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов». Он был приурочен к 437-летию Самары и Дню дружбы народов Самарской области. В честь знаковых событий к участникам и гостям фестиваля обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В мире и согласии, в дружбе живут люди на нашей Самарской земле. Это главное достояние нашей земли. И когда мы вместе, солнышко выходит. С праздником вас, дорогие земляки. Мира, добра, благополучия вашим домам и нашему прекрасному одному дому большому Самарской земле. В этнопарке создано 20 аутентичных национальных подворий. Каждый посетитель смог познакомиться с традициями и обычаями народов Самарской земли и также принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах. Для этого специально организовали 7 тематических площадок и ярмарочные ряды. Здесь же развернули этнокухню. И весь день на главной сцене парка шел большой праздничный концерт, где танцевали, пели, играли на народных инструментах коллективы национально-культурных центров нашего города. Жители и гости погрузились в мир традиционной национальной культуры народов нашей страны. Этот фестиваль собрал фольклорные, вокальные и хореографические коллективы со всего региона. Очень важную роль играют национально-культурные центры, сохраняющие родную культуру, приумножающие ее. И работающие с соотечественниками, которые приезжают в Российскую Федерацию с тем, чтобы стать ее новыми гражданами. Ведь без этой работы, без понимания того, что на нашей гостеприимной земле могут уживаться представители разных национальностей, и не просто уживаться, а жить в добрососедских отношениях, жить, творить, рожать детей, чтобы развивалась страна. Именно эту роль со своей стороны, со стороны культурной, со стороны человеческих взаимоотношений выполняют наши национально-культурные центры. В этот день у каждой избы, хаты, юрты можно было увидеть много посетителей. Хорошее настроение создавала и звучащая повсюду народная музыка. Айгуль Желелова, руководитель региональной общественной организации Центра культуры Казахи Самары, встречает гостей в казахском доме, рассказывает историю своего народа, его традициях, обычаях, которые передаются из поколения в поколение. И, конечно, угощает национальными блюдами. Мы встречаем гостей за большим, щедрым дастарханом. Очень много привезли мы национальных блюд с Казахстана, специально сюда молочные напитки, кумыс. Кумыс вообще считается животворящим напитком, потому что он излечивает туберкулез, он помогает бороться с раковыми клетками. Если хотя бы месяц попить настоящую кумысу, можно омолодиться, оздоровиться на много лет. Это очень уникальный напиток. На сегодняшний день в этнопарке проходит большое количество мероприятий. Фестиваль «Наследие народов» – самый масштабный из них. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. У них несгибаемый спортивный дух и сильнейшая воля к победе. В спортивном комплексе «Виктория-2» прошел городской паралимпийский фестиваль, посвященный Дню пожилого человека. Команды девяти самарских районов, состоящие из пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья, соревновались в пяти видах спорта. Подробнее расскажем в нашем сюжете. На городском парафестивале за столами для настольного тенниса разворачивается серьезная борьба. Соперники уже давно знакомы. Многие из них профессионально занимались этим видом. Другие – только на любительском уровне. Но все равно стараются показать свою лучшую игру, ведь сражаются не только за свое имя, но и за честь района. Сюда приходим, как бы Дэйс мне нравится, очень хорошо заниматься. Фавориты вот они играют, они очень серьезные игроки. Ой-ой-ой, с ними несложно биться. И не теннисист с таком каунт, вот. Это чисто любительская тема, а тут ребята занимаются же мастера. Не менее напряженные в секторе с корнхоллом. Здесь участникам нужно попадать специальными мешочками в лунку на расстоянии нескольких метров. Либо сохранить его на площадке рядом. Татьяна Безвербных с этой задачей справилась. Большая часть бросков завершилась с набранными очками. Но, признается женщина, на разминке было гораздо проще. Когда тренировалась, было все легко. Да, сейчас стало, как говорится, на счет. Руки трясутся. Какое-то волнение появилось. Это интересно. Интересно и азартно. Вот именно хочется попасть в лунку. Хочется, ну, победы хочется. Паралимпийский спортивный фестиваль для пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья проходит в Самаре с 2009 года. Он приурочен ко дню пожилого человека. В этот раз команды девяти районов города собрались в спорткомплексе «Виктория-2», чтобы выявить лучших в пяти видах спорта. Дартсе, корнхолле, мини-гольфе, новусе и настольном теннисе. Это такие виды спорта, которые не требуют очень большой физической активности, поскольку мы должны понимать, что это все-таки люди с ограниченными возможностями. Они ведь готовятся, они тренируются, они в эти игры играют на протяжении какого-то времени для того, чтобы самый хороший результат показать на этих соревнованиях. По завершении турнира лучших пара спортсменов наградили медалями, кубками и ценными призами. Также они получили право представлять Самару на областных соревнованиях. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Тольяттинский «Акрон» никак не может прервать серию неудачных игр в первой лиге. Гандбольная «Лада» порадовала болельщиков в первом домашнем матче Суперлиги. А на теннисном небосклоне Самарской области зажглась новая звезда. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты Тольяттинского «Акрона» продолжают свою неудачную серию без побед в матчах первой лиги. Волжане после отличного старта уже пять матчей подряд чередуют ничьи с поражениями. Накануне в Москве «Акрон» уступил «Торпеда». Команды никак не могли поразить ворота, и матч шел к безголевой ничье. Но хозяева поля на последних минутах воспользовались ошибкой защитников гостей и забили победный мяч. Отличился Юзыпчук. 0-1, поражение «Акрона», клуб опустился на седьмое место в таблице. Гандболистки «Лады» провели первый домашний матч в Суперлиге. В Тольятти девушки принимали Ставрополье. Традиционно таляттинские гандболистки переигрывали этот клуб, но гости без борьбы сдаваться не собирались. И к середине первого тайма даже вышли вперед, но хозяйки паркета вернули уверенность в своих силах и, пусть и не без труда, но довели матч до победы. 24-22. Пока на старте турнира «Лада» идет со стопроцентным результатом. Две победы в двух матчах. Самарская теннисистка Анастасия Гурьева стала победительницей юниорского US Open в парном разряде. Титул она завоевала вместе с румынской спортсменкой Марой Гайе. В финале турнира они одолели соперниц из Японии со счетом 1-6, 7-5, 10-8. Анастасия стала третьей теннисисткой Самарской области, победившей на юниорском турнире «Большого шлема». Ранее такого успеха добивались самые известные теннисистки региона Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Другая юная представительница Самарской области Диана Шнайдер не смогла преодолеть первый круг теннисного турнира в японской Осаке. Она уступила Юлии Путинцевой из Казахстана 2-6-3-6 за 1 час 32 минуты. Не получилось пройти этот рубеж и в парном разряде. Вместе с чешкой Фрухвиртовой они проиграли греко-мексиканскому дуэту Папа Михаил Гомес 4-6-7-5-13-15. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарская выставка профессий В работе выставки примут участие крупные региональные работодатели и представители кадровых служб. Самый эффективный и доступный способ защиты от гриппа и его осложнений – вакцинация. Напоминают в телеграм-канале Кировского района. И напоминают, что грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. Болезнь характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Особенно тяжело грипп переносит дети и пожилые люди. Сделать прививку можно в любой поликлинике, где имеется в наличии вакцина. Необходима предварительная запись по телефонам регистратур, горячей линии по номеру 122. В телеграм-канале Департамента опеки приглашают на фото-выставку «Любимая Самара». Работы выполнены фотографом-любителем Натальей Марамановой. На выставке представлены значимые и уникальные места, которые ассоциируются с Самарой и остаются в памяти туристов. Уникальный колорит старинных зданий – Ночная Самара. Подсвеченные здания в центре, как старые, так и новые, создают особую атмосферу сказочного города. Экспозиция находится по адресу улица Аэродромная, 58А. Справки по телефону 268-00-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!